МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Политическую платформу альтернативного Путину нового прозападного политического курса. Теперь этот центр коммуникации для антипутинской части медведевского окружения блокирован? Политические последствия будут очень большие, хотя какие именно, мы не знаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это озарение члена общественной палаты Сергея Маркова, его конец света, который несут черные ангелы, финансируемые из иностранных НКО. Но если б он это не сказал, кто-то должен был это сказать. Отъезд ректора РЭШ Сергея Гуриева из-за угрозы посадки стал сенсацией. Через полминуты Сергей Гуриев у нас в эфире. И еще в выпуске. Судебная война аутиста Андрея Дружинина за собственную свободу и охота на гастарбайтеров. Мэр Москвы и полиция Подмосковья провели свой русский марш. Специально для телезрителя москвича Собянина Сергея Семеновича Программа выходит на русском языке. Вот он и тот звук. Слышите? Вот. Это из России вылетают мозги. События недели решение теперь уже бывшего ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева не возвращаться на родину, чтобы не сесть в тюрьму по третьему делу ЮКОСа. Оно уже явно замаячило впереди. Гуриев готовил экспертное заключение по второму делу ЮКОСа. Это лишь мнение. Доклад не обязательный к исполнению. К тому же заказанный Советом по правам человека при президенте России. Из-за этого Следственный комитет начал дело экспертов. Как можно понять, речь идет о воспрепятствовании правосудию по тому самому третьему делу ЮКОСа. Ведь по второму делу Гуриев написал, что обвинять Ходорковского в краже всей нефти абсурдно. Экспертиза в соавторстве с коллегами из других институтов была выполнена в 2011 году. А в 2003 году Российская экономическая школа от ЮКОСовского фонда «Открытая Россия» получила грант в 50 тысяч долларов. Вот он заговор. Коррумпировать ученого за 8 лет до нужного момента суммой, на которую не купишь и половину Мерседеса с мигалкой, передав средства университету, в котором он еще не ректор. Или есть какая-то другая версия? Спросим у самого Сергея Гуриева. Он с нами на связи из Франции. Здравствуйте, господин Гуриев. Скажите, вас действительно обвиняют в том, что вы подкуплены ЮКОСом? Я вам не могу раскрыть тайну следствия, но могу только сказать, что платежки в Live News я видел. Эта платежка, мне кажется, была не настоящей, потому что, как я потом узнал, платежка была не из открытой России, как было написано в Live News, а из института открытой экономики. Это тоже была структура группы Минотек, но тем не менее, вот у меня есть гипотеза, что платежка была фальшивой. Но это не так важно. Важно то, что когда это пожертвование было сделано, я действительно не был ректором. Более того, меня не было в России целый год. Я был в академическом отпуске, работал в Принстоне. Я никогда, ни при каких обстоятельствах, не получал денег из группы Минотек и связанных структур. При этом, я должен сказать, что в этом ничего незаконного нет. Каждый человек, кто бы ему ни платил, имеет право по Конституции высказываться со своими суждениями и мнениями на любую тему. Могу только сказать, что да, я свидетель по первому делу Ходорковства. Ну, а хотя бы статью, по которой вас обвиняют или могут обвинять, вы можете назвать? Ну, это будут спекуляции. Я на самом деле, я задавал вопрос следователю, в чем вы меня обвиняете, когда вы говорите, что у меня есть, должно быть алиби. Следователь употреблял слово алиби в неформальной беседе. В чем вы меня обвиняете? Он сказал, не скажу, не знаю, не могу сказать. Поэтому и я тоже не могу сказать. Вы во всех интервью, с одной стороны, ссылаетесь на тайну следствия, а с другой стороны, говорите, что эти подозрения, обвинения, они абсурдны, к тому же вы сейчас технически недоступны для российского правосудия. Почему не рассказать все как есть? Даже если люди, которые вели следствие в отношении меня, свои обещания нарушили неоднократно, впрямую обманув меня пару раз, когда они сказали, у нас будет допрос, а сами провели изъятие электронной почты, я со своей стороны буду выполнять то, что я обещал. Даже если эти обещания оказываются абсурдными или неважными. Нет, я пообещал, подписал, значит, буду выполнять. Вас допрашивали, даже частично обыскивали, изъяли вашу переписку. Вы понимаете, чего там ищут? В принципе, из документов следствия можно сделать выводы, что именно искали. Но я думаю, что тот факт, что изъяли всю почту, означает, что часть этого действия заключалась в том, чтобы дать мне понять, что у меня следующие встречи со следствием могут быть еще более проблематичными. Ваше мнение, это действительно сбор материалов для третьего дела ЮКОСа, поскольку истекает срок заключения Ходорковского и Лебедева. Ну, мне кажется, этот вопрос лучше задать Следственному комитету. Следственные действия тянулись несколько месяцев. Вы не пытались за это время найти каких-то посредников, чтобы объясниться с властями, в чем тут дело? Вы знаете, я просто рассказал о своей ситуации многим своим друзьям, коллегам. Некоторые из них сочли нужным поговорить с высокопоставленными чиновниками. И из того, что я слышал из этих разговоров, и Медведев, и Путин сказали, что мне нечего опасаться, я должен вернуться. Но, конечно, вмешиваться в работу следственных органов они не могут. У меня есть личные предпочтения не жить в одной стране с сотрудниками Следственного комитета, которые занимаются вот такими следственными действиями. Просто потому, что я не хочу, чтобы ограничили свободу передвижения или свободу вообще. А с бывшим президентом нынешним премьером Медведевым вы по этому поводу не говорили? Ведь он был заказчиком этой вашей экспертизы. Нет. Нет. У меня нет близких отношений с Дмитрием Анатольевичем. Я разговаривал и с Тамарой Марчаковой, и с Михаилом Федотовым, которые, наверное, разговаривали с Медведевым. Вот. Они сказали, что ситуация непонятная, неприемлемая. Вот. И были недовольны. В пятницу вас неожиданно избрали в наблюдательный совет Сбербанка, хотя вы вроде бы снимали свою кандидатуру. Вот что по этому поводу сказал Герман Греф. Послушаем. Его заявление о снятии своей кандидатуры с выборов в член наблюдательного совета, к сожалению, поступило очень поздно. и к моменту, к тому моменту, когда его заявление поступило, за него проголосовало уже по нашим оценкам порядка, наверное, 6% акционеров. Во-первых, уже очень поздняя стадия корпоративной процедуры, во-вторых, такое большое количество акционеров отдали за него голоса, и мы можем быть подвергнуты судебным рискам. он останется в наблюдательном совете и будет участвовать, может быть, в режиме телеконференции, может быть, когда-то в режиме явки. Ну вот даже если это такое техническое избрание, за вас голосов подано даже больше, чем за Грефа, за главу банка. Для вас это был знак поддержки? Я, безусловно, благодарен всем, кто за меня голосовал. Скажу, что в этом нет ничего экстраординарного. То же самое произошло два года назад. Я собрал больше голосов, чем кто бы то ни был из кандидатов. Ну и кроме того, надо понимать, что голосование кумулятивное, и в принципе некоторые акционеры понимают, что Греф и так пройдет, наоборот, пытаются поддержать других кандидатов, которые соберут меньше голосов. А если пребывание затянется, начнете работать на Западе? Я приехал сюда, не имея никаких формальных предложений о работе, и даже неформальных. К счастью, мне удалось достаточно быстро найти временную позицию, позицию приглашенного профессора в Сианс-По, в факультете экономики Сианс-По. Я очень благодарен коллегам из факультета экономики Сианс-По. Это ведущий факультет экономики, один из двух лучших факультетов экономики в Парижа. Я подумаю, я ничего не могу для себя исключать, если я буду искать работу за пределами России. Вполне возможно, мы будем искать работу во Франции, но и другие страны тоже не исключены. Что ж, спасибо за разговор. С нами был Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, оставшийся на Западе, чтобы не быть привлеченным по третьему делу ЮКОСа. А сейчас гость в нашей студии, председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов, президентского совета и при президенте Дмитрия Медведева, и ныне при президенте Владимире Путине. Михаил Александрович, спасибо, что приехали к нам в выходной. Скажите, вот в эти дни, когда только и разговор про невозвращение Гуриева, у вас была возможность обсудить эту ситуацию с президентом Путиным или с премьером Медведевым? Нет, конечно, не было, потому что такие встречи планируются заранее, и такая встреча не планировалась. Скажите, а вот эта экспертиза, в которой участвовал Гуриев по второму делу ЮКОСа, она как заказывалась? У нас сначала был утвержден был список из 20 с чем-то экспертов. Я всем им послал официальное письмо с приглашением стать экспертами Совета вот на этих принципах, которые были утверждены. Это были принципы независимости, неангажированности, обязательства не давать именно правовую экспертизу или экономическую, но ни в коем случае не политическую, то есть политические вопросы не затрагивались в экспертизе. объяснялось, что экспертиза идет на общественных началах, не предполагается никакого вознаграждения за нее. Скажите, а о том, что через открытую Россию ЮКОС давал гранты российской экономической школе в начале 2000-х, а Гуриев там работает с 98-го, вы про это знали обстоятельства? Нет, мы про это не знали, и более того, мы считали своим долгом не вмешиваться во внутреннюю жизнь каждого из экспертов. Ну, а вот сейчас задним числом Гуриев в российской экономической школе с 98-го года, в начале 2000-х школа получала гранты от ЮКОСа. Как вы считаете, вот ваша оценка, он заинтересован на лицо? Ну, вы знаете, на мой взгляд, никакого здесь конфликта интересов нет и быть не может, потому что эти события между собой никак не связаны. Университет получал какие-то гранты от некой организации. Ну, и это что означает, что эта организация теперь будет всюду, этот университет будет всюду хвалить эту организацию? Ну, нет же. Если говорить об открытой России, то я помню, по-моему, в начале 2000-х я тоже где-то выступал с лекцией и получал от них вознаграждение как лектор. Ну, и что теперь? Бывший член Совета по правам человека президентского и известная общественница Ирина Ясина уже призвала вас уйти в отставку, поскольку получается, что вы заказом этой экспертизы экспертов подставили и теперь не можете их защитить ни вы, ни бывший президент нынешний премьер Медведев, и они вот расплачиваются за то, что согласились с вами сотрудничать. Понятно. Ну, тогда, наверное, всем надо уйти в отставку. Я имею в виду всей стране, потому что страна не может защитить экспертов, закон не может защитить экспертов, может быть, законы тогда отменим заодно уж. Что же делать остальным участникам экспертизы? Вот по сообщениям СМИ получается, что к пятерым уже приходил Следственный комитет, ну или так или иначе проводятся следственные действия. Им что, тоже уезжать? Нет. Да я думаю, что и Гуриеву не надо было выезжать, потому что я этот вопрос обсуждал с руководителями Следственного комитета на минувшей неделе, и они мне заверили, что к Гуриеву не было никаких претензий. Да, его вызывали на допросы, и собирались вызвать еще раз, потому что у них возникли какие-то к нему дополнительные вопросы, но никто не собирался ему предъявлять какие-либо претензии. Это то, что мне сказали в Следственном комитете. Спасибо за этот разговор. Михаил Федотов, председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации, отвечал нам о том, какова цена экспертизы в Российской Федерации. Если б не политика с уголовным преследованием, отъезд Гуриева заметили бы только специалисты. При открытых, по крайней мере, пока границах нет больше той старой эмиграции, когда уезжали, сжигая за собой все мосты, а когда занимаешься наукой, границы и вовсе бессмысленны. Ведь если не публикуешься в мировых научных журналах, если тебя там не цитируют, то и нет тебя как научной величины. Хотя бывший президент РАН академик Осипов и рассказывал, будто на Западе учат русский язык, чтобы читать наш журнал Лесоведенье. Более распространенная, успешная русская научная карьера это работать то тут, то в Европе, то в Америке. Причем обратно на родину заманивают через Сколково огромные гранты, сулят свою лабораторию. Этот встречный научный процесс изучил Родион Чепель. Несколько последних недель Сергей думает только об одном, об индексе массы тела. В кафе, куда он забегает по дороге на работу, Бористо замечает его еще с порога и начинает готовить латте с обезжиренным молоком. А чем меньше у вас BMI, чем больше вы похожи на идеалы Vanity Fair, Cosmo Girl всех остальных, тем проще вам найти новых друзей. Сам Сергей читает не Vanity Fair, а эконометрику. Он один из лучших экономистов России и в своей новой работе с помощью сложных формул доказывает простую на первый взгляд вещь. Приезжим нужен хороший BMI, чтобы лучше адаптироваться. Местным – нет. Это не о том, что там всем нужно худеть или толстеть, это о том, что неправильно думать, что хватит одного Гарварда в Москве и кто умный, тот приедет в Гарвард, а кто не очень никому и не надо. Гарварда должен быть везде. Ну, как бы хочу, хотел бы поехать там куда-нибудь на год, просто чтобы расти. Я могу, ну, я надеюсь, что я могу что-то давать людям, которые младше меня, да, мне бы хотелось еще что-то получить. Дмитрий всю свою научную жизнь не задерживался в одной стране больше, чем на год. Обратно в Петербург его занесло в 2010-м. Пригласил к себе в лабораторию именитый российский ученый Станислав Смирнов. Сам Станислав эмигрант еще первой волны. Его, как и еще тысяч советских аспирантов в философский пароход ушел в 92-м. И, в принципе, я как бы думал, что я там работаю там 3-4 года и вернусь. Но через 3-4 года был 95-96 год, когда я начал аспирантуры, уже как-то ученые в России совсем уже были никому не нужны, очень быстро все изменилось. Вот. И я какое-то время еще работал в Америке, в Принстоне, в Еле, потом перебрался в Европу в Стокгольм, потом перебрался в Женеву. Так наша идея проследить за карьерой одной научной звезды, уехавшей за границу во имя прогресса, и другой, вернувшейся в Россию за длинным рублем, сразу потерпела неудачу. Математик-возвращенец Смирнов встретил нас в Женеве. Мне сейчас, может быть, проще и даже лучше и для моей лаборатории там какую-то часть времени проводить за рубежом. А экономист Сергей Попов из Московской высшей школы экономики в августе перебирается в ирландский Белфаст. Белфаст сейчас это вышка через пять лет. Я профессионально, я просто ускоряю свой прогресс. Это самый центр Женевы и лежащий Ленин здесь уже давно скорее эстетская шутка. А вот надпись над ним «Женева – город изгнальников» заставляет задуматься до сих пор. В феврале здесь закончил свою работу большой адронный коллайдер. Вот с той стороны речки Роны. Там работали сотни российских ученых. А в марте главный из России по Айти Юрий Миллер здесь же в Женеве вручал свою самую крупную в мире научную премию и тоже специалистам российского происхождения. Здесь же живет и Станислав Смирнов, ученый, которого хотят лучшие университеты мира, но на родине до недавнего времени считали невъездным. И даже я подавал до этого на аналогичный на федеральную целевую программу, на аналогичный грант, ну там как бы поставили 20 баллов и 100 мне оценку местные эксперты и в общем как бы эту заявку отклонили. Отказать не смогли только тогда, когда Смирнов в 2010-м вдруг взял и получил медаль Филца главную математическую премию в мире. Объявили эту программу мегагрантов и как-то я решил подать, тем более, что как раз я знал, что я получил Филцкую премию и тогда уж уяснилось, что скорее всего все-таки дадут. В итоге теперь у него 90 миллионов рублей каждые два года и вот это свежеотреставрированное помещение на Васильевском острове. В итоге лабораторию Чебышова при СПБГУ удалось сделать местом, куда приезжают с курсами лекций западные математики. Именно так большими целевыми грантами поднимали с колен свою математику в Китае. Если вы посмотрите, скажем, ну там 30 лет назад, сколько публикается у китайцев в год по математике? Не одной. Да, не одной, именно нуля. Сейчас у них по математике в год 14 тысяч публикаций. Для сравнения, в России где-то 3-4 тысячи. Это из-за того, что были такие системные вложения в фундаментальную науку. Теперь это как бы тоже сказывается на инновационных всяких вещах. Утечка мозгов, она в каком-то смысле есть. Просто другое вопрос. Сейчас как бы если в какой-то момент она была просто очевидна в одно направленное, все уезжали из России, сейчас есть какой-то поток людей, которые возвращаются в Россию. Рубен не относит себя и жену и коллегу Марию Петрову ни к первым, ни ко вторым. У нас вот такая специфическая позиция с ней размазанных по миру, что в принципе на самом деле себя чувствует чаще. Рубен и Мария двое из пятерки главных профессорских звезд российской экономической школы, той самой, где ректором до четверга числился Сергей Гуриев. Только уезжали они не от преследования и теперь проветривают мозги в Принстоне, штат Нью-Джерси. Я забыл бы, наверное. Ой! Это абсолютно плановая такая годовая поездка, потому что это стандартно для ученых раз в несколько лет брать академический отпуск, уезжать в другое место на год, чтобы поменять атмосферу с другими людьми пообщаться и так далее. Принст исследует. В Институте перспективных исследований парники для гениев, как его еще называют, до них жили Эйнштейн и фон Найман. Детский сад, который тут там минуты в двух. Да, в детском саду, детский сад в том здании, в котором был первый компьютер фон Неймана. Их следующий год расписан буквально по минутам между Барселоной и Москвой. Это не значит, что мозги утекут в Испанию. В публикациях будут по-прежнему стоять фамилии профессоров российского вуза. А работать лучше оттуда. Многие люди уезжают по бытовым соображениям, потому что в России не так комфортно жить, как в других странах. Станислав Смирнов, очень успешный по российским меркам обладатель мегагранта, попробовал бороться с этим дискомфортом. Как бы пригласить кого-то приехать почитать лекции существенно сложнее, чем мне в России, чем моему коллеге за рубежом, это затрагивает. Ну и начинать с дружной, ну или купить, скажем, подписку на журнал за рубежом. Тоже это как бы сложно, потому что нельзя на научный грант покупать что-то за рубежом. Вопрос скорее не зарплаты, а вопрос как бы всего этого общего. Его коллеги на те полгода, пока строилась лаборатория, вообще перестали публиковаться. Кто получал грант, тот и должен тратить деньги, иначе проверка. То есть это съело очень много энергии, энергии Станислава, что он не лезет так, если подумать, вообще не в такие ворота, потому что человек, который должен заниматься там другим. У меня каждый день, помимо других забот, да, была такая забота прийти сюда как бы и ругаться с прорывом там, почему ничего не происходит. Не знаю, все сталкиваются с какими-то ремонтами, да, так что... Вот это такой самый настоящий ремонт в России, да. У меня как бы такое ощущение, что, как если очень хотеть улучшить ситуацию, то ее можно улучшить. Просто немножечко сложнее, чем хотелось бы, но уж всякое так бывает. В России Смирнова даже пригласили в общественный совет при Миноборнауке. Там он уже пережил и председателя Алферова, но политику он на всякий случай предпочитает не комментировать. Уже с Иваном Чушова я стал этим, как бы, из него председатель стал. Вот. Вот. Но просто... Ну да, да, да. Ну да, да. Ну да, да. Нет, ну так все как-то на самом деле непросто. Вот. Да. Остальное Смирнов попросил вырезать. Пусть и правда лишняя остается за кадром. Так же, как и фраза о том, что 80% ученых-иммигрантов не хотят возвращаться из-за политических мотивов. Вслух они говорят о том, что главная проблема для тех, кто не хочет обратно неустроенность быта. Но частью быта российского ученого могут стать и регулярные обыски дома и на работе. Знаете, есть такой фильм «Великолепная семерка». Герой, я не помню точно, что герой подходит к другому герою и говорит, что мне рассказали, что ты однажды разделся догола и прыгнул в заросли кактусов. Why? Он тогда все смотрит. Знаешь, тогда это казалось хорошей идеей. Один из тех, кто приезжать не собирался, но вдруг, хотя бы ненадолго оказался в Москве, автор этой знаменитой цитаты. Там у вас люди что, с ума посходили совсем? Считают, что если они кому-нибудь отсыпят мешок золота, то можно всех пригласить? Так, два с половиной года назад отреагировал на предложение поработать в Сколково исследователь графена, лауреат Нобелевской премии подданной Нидерландов и рыцарь британской короны, выпускник московского физтеха Андрей Гейм. А на этой неделе Гейм прилетел на совет при министре образования Дмитрия Ливанова. Это назвали законом сохранения нобелевских лауреатов. Накануне из совета вышел Жарес Алферов у министра конфликт с Академией наук, где сейчас как раз проходили выборы. И получилось, что несговорчивый Гейм своим приездом поддержал министра. Если вы посмотрите на сегодняшнюю Академию, извините, никого не хочу убежать, но это похоже на дом для престарелых. Ран Российская Академия Наук в лице своего нового президента Владимира Фортова возмутилась, но Гейм уже мчался в аэропорт. Переезжать, делать науку в России это слишком лет терять 5-10 лет жизни, которые я не готов терять. Как я иначе могу что-нибудь хорошее или не очень хорошее привнести в российскую науку и политику? В данной ситуации оказалась специальная ситуация, министр Ливанов оказался окружен со всей стороны критикой и часть этой критики справедлива, но много критиков из-за того, что человек делает, конечно, лес рубят, щепки летят, и в данной ситуации я подумал, что мое положение и особенно моя характеристика возмутителя спокойствия могут пригодиться в данной ситуации. Часть того, что я говорю, и уже сказал, конечно, неправильно, если посмотреть в детали, можно было бы сказать что-то сделать лучше, но у нас существует два министерства науки, одна академия наук, другая министерство образования науки, эта ситуация уникальная, и кто-то ее должен решать, как продолжаться еще десятилетия не может. Далее Москва для москвичей от Сергея Собянина и зачистка гастарбайтеров в Подмосковье, а прямо сейчас невероятная история аутиста, воюющего в суде за свои права и даже за свою любовь. Это Парфенов, реклама короткая. Это Парфенов. В истории москвича Андрея Дружинина нет ничего необычного. Родная тетка тайком отсудила у него квартиру, признав племянника недееспособным. Теперь Андрей вместе с девушкой Надей пытается вернуть себе дееспособность и им обоим жилье. Привычное дело, вон в Петербурге из-за черных риэлторов одни полицейские напали на других. Одно важное обстоятельство. Андрей Дружинин аутист. В интернате, где он сейчас живет, даже не напишешь заявление в суд. Ручки запрещены, как острые предметы. Не говоря уже о том, что обычно аутисты при малейшем конфликте уходят в себя. А тут российский суд. Такому нужному стремлению человека и гражданина отстаивать свои права у Андрея Дружинина учился Николай Ковальков. Семь часов подъем, гигиенические процедуры, после этого завтрак, после завтрака прием медикаментов, прием препаратов, ночной кефир, сок. Распорядок дня в психоневрологическом интернате номер 25 знают наизусть даже тяжело больные, он никогда не меняется. А стабильность в таких заведениях предмет особой заботы и гордости. Так большой телевизор в холле, аккуратные рюшечки на окнах, чистота и обходительность персонала. Панель номер 25 один из лучших в Москве. Кроме телевизора есть ионизатор и первая в России комната психологической разгрузки с рыбками на экране, расслабляющей музыкой и галлюцинаторным свечением на стенах. Здесь есть художественные мастерские, тренажерный зал, соляные пещеры для астматиков, свежевыкрашенные заборы в дворе. И среди всего этого великолепия кажется только один человек пропадает от тоски и несчастья. Это Андрей Дружинин, проживающий, как здесь называют пациентов, с диагнозом шизофрения. Потому что аутизм в России бывает только детский. А потом аутист в медицинских документах автоматически становится шизофреником. Одним словом, в ПНИ мне плохо, как в любом казинном учреждении. Жить дома намного лучше. В ПНИ кормят плохо. В ПНИ прописывают таблетки зачастую несоизмеримые с психическим диагнозом. То есть подавляют волю лекарствами. Что еще в ПНИ? В ПНИ неуютно в палатах. В казенной обстановке, конечно, действует на псих подречающе. Андрей попал сюда три года назад, вскоре после того, как умерла его мама. У него случился нервный срыв, и тетя, которая присматривала за ним, положила его в больницу. Я попал в ПНИ, поскольку моя тетя обещала мне райскую жизнь в ПНИ, обещала мне постоянно забирать домой и уговорила меня пожить в ПНИ. Потом о своих обещаниях она, естественно, забыла, но она каждую неделю приносила мне продукты. Однажды вместе с продуктами тетя принесла Андрею на подпись доверенность на квартиру в центре Москвы, где они жили с мамой и бабушкой. Он ее подписал. А потом тетя подготовила документы для суда о лишении дееспособности. На основании экспертизы из Сербского суд признал Андрея недееспособным. Тогда тетя передала попечительство над ним интернату. Она продала эту квартиру своему собственному сыну, причем таким образом, что Андрей не получил этого ни копейки. Весьма сомнительная продажа. А после этого, сразу же после этого, Андрей был признан недееспособным и помещен в интернат. И поэтому он, во-первых, не знал об этой делке, а во-вторых, даже если бы он знал, он не мог отстоять свои интересы. Теперь Андрей забор выходит только с разрешения попечителя, то есть администрации интерната. А выйти ему теперь очень нужно. За свежевыкрашенным забором его ждет Надежда. Я сейчас обещаю моя любимая девушка Надя. Сейчас у Андрея проходит одновременно два суда. В одном о восстановлении дееспособности его интересы представляет Надя, которая ищет ему адвокатов и независимых экспертов. В другом о незаконности сделки по продаже квартиры, интернат. Выиграв их, Андрей станет свободным человеком. Проиграв, может всю жизнь получать ночной кефир строго перед отбоем. Мы познакомились где-то в 2005-м, когда я в этот центр пришла сначала волонтерить, а потом работать. Ну, и знакомство было на шапочном уровне. Привет, привет. В реабилитационный центр «Наш солнечный мир», где они познакомились, Андрей ходил с детства. Сначала занимался с другими детьми, у которых был такой же диагноз, как и у него, аутизм. А когда подрос, там же начал работать. Помогал профессиональным психологам на занятиях с детьми. Больше всего любил выезды на конюшню. Направо. Ахуяй, да? Ну, круг. На ипотропичах, да, всегда работают три человека, да? Вот. И Андрей часто у меня работал вот этим самым третьим человеком, который, так называем, помощник инструктора, который помогает страховать ребенка, который помогает проделывать, ну, всякие упражнения, там, переворачивать, укладывать, там, держать, да, там, если ребенка нужно поднять. По-настоящему Надя и Андрей познакомились уже в интернате, куда она приходила навещать его сначала с передачками из центра, а потом стала брать с собой на прогулки. Приезжаю я первый раз к нему в интернат, и он там, потолстевший от лекарств, коротко стрижен, загруженный, мрачный. И первое, что он мне сказал, я говорю, ну, как ты тут, мы поговорим, и он мне говорит, ну, как? Ну, вот, понимаешь, каждое утро просыпаешься и понимаешь, что тут ты проживешь остаток жизни. Ну, вот так. Ну, ничего. Надя попыталась стать эпикуном Андрея, чтобы он мог жить с ней, но ей отказали, не насчитав достаточного количества квадратных метров в ее квартире. А тетя перестала общаться не только с Надей и Андреем, но и с журналистами. Есть у нас официальные органы, два суда, и там будут решаться все, что они сделали. Я вас очень прошу, уважаю, давайте с вами пенденция. Я вас заклинаю. Я могу хотя бы вас спросить. Я не буду, не надо, я не буду общаться. В общем, мне трудно знакомиться, общаться. Трудно рассказывать свои мысли. Трудно обрабатывать информацию, а памятные имена мне очень плохие. То есть, я могу за месяц, за два не запомнить имена сотрудников. Директор реабилитационного центра Игорь Шпицберг знает Андрея с детства. Он говорит, что в свободных условиях и в окружении друзей Андрея было бы трудно отличить от здоровых людей. На самом деле, Андрей, он как раз вот из категории людей, вот таких, знаете, гиперзастенчивых, вот если так посмотреть на него, не со стороны профессионального взгляда, а просто начинает. Он просто очень застенчивый, он очень щепетильный. Его сын с тем же диагнозом, что и у Андрея, недавно закончил университет и устроился на работу. Чтобы Андрей, просто его социальная ситуация была бы лучше, я думаю, что, в общем-то, судьба его, наверное, сложилась бы так же. А по поводу моего собственного ребенка тоже мне неоднократно предлагали и психотерапные препараты давайте поместить но сейчас вот его, вот он в метро едет, никто не видит, никакой разницы. Он общается со своим сотрудником на работе по тому, что у него есть особенности, но знает его непосредственно начальник. А так больше никто не знает. В ПНИ номер 25 время прогулки. Проживающие играют в мяч, тихонько двигают по столикам доминошные кости, курят. Это час максимальной свободы. Около сотни человек в одном дворе. Но один-два из них нет-нет да сцепят руки за спиной и зашагают задумчиво взад-вперед по периметру так, что это больше будет похоже на прогулки по тюремному дворику. Вот, простите, гильза бритья, станок, вот, потому что там, и сейчас я видела всех по тёплому времени с года на улице, бреют одной электробритвой. Строим по очереди. На бритьё стройся и типа, вот, соответственно, что тут у меня ещё есть? Парфюм, бисдаран, стеклее. Что у меня там ещё? Одежда. Потому что, опять-таки, одежду, естественно, дают казённую, но это из общей кучи, то есть вот, из кучи подходящей по размеру выдали, потом там человек походил, снял грязное, всё кучу нанесли куда-то в кирпу централизованную. Вот, ещё я вам скажу, что касается вот его подруги, вот, я вам скажу, примутись, она больная. То есть, я уже не хотел это говорить, я не имею права так говорить про неё и вам. Вы дальше делаете выводы. Она реально больной человек. Эмоциональность её у вас не настораживает. Её эмоциональность, её напор. Она холодная. Она холодная, отчуждённая. Она не, как я говорю, неживая, она неестественная. ПНИ номер 25 Надю считают кандидатом в проживающие. Во всяком случае, предупреждают, чтобы мы были осторожны. Но это, разумеется, не для протокола. Здесь всё очень сложно, но я ей не верю. Я чётко вижу, что она больна, плюс я вижу её заинтересованность в спортивном вопросе. Ещё раз говорю, я могу ошибаться. Всё ещё сложнее. Адвокаты Андрея считают, что несмотря на то, что директор ПНИ как попечитель представляет интересы Андрея в суде по делу этой самой квартире, его победа в другом суде о восстановлении дееспособности интернату совсем не выгодно. Эта система устроена так, что она крайне неохотно выпускает тех людей, которые попали в её руки. Например, в случае Андрея, в случае Андрея, в случае, когда он восстановит свою дееспособность, он сразу встанет несколько вопросов. Кто и почему его лишил, что произошло за это время с его имуществом, с его деньгами. На суде о восстановлении дееспособности были выслушаны результаты государственной и независимой экспертиз. Государственная, ради которой Андрей на две недели был помещен в клинику Сербского, не смогла установить, дееспособен он или нет. Независимые эксперты, которые встречались с Андреем в неформальной обстановке и в присутствии Нади, сочли его дееспособным. Например, я спросила, вот если бы вам нужно было устроиться на работу, как бы вы написали заявление, там, предполагаю, сейчас нет, к сожалению, этого экземпляра, но вполне грамотно написанное заявление директору, кроме того, там, постскриптами указано, если у вас возникнут вопросы, предлагаю провести со мной индивидуальное собеседование, например, так. Но судья отправил его на повторную экспертизу, от которой Андрей отказался. Это еще несколько недель с незнакомыми людьми, без свиданий с друзьями и прогулок. Если решение судьи не обжалуют, Надя снова попытается оформить опеку. Она сняла еще одну квартиру, чтобы увеличить метраж. Если это не поможет, их последний шанс дожидаться, когда в Гражданский кодекс России введут обычную для Европы норму ограниченную дееспособность. Тогда Андрей сможет совершать небольшие сделки, например, ходить в магазин или, скажем, вступить в брак. Курят у нас по... А сколько у нас раз курят в день? Ну, три раза. Курят по 5-6 раз в день. Иногда индивидуально. Так три или 5-6? Нет, три. Три. Обязательно. А кто вот кому требуется, по психическому своему, мы выходим чаще с персоналом их выводят. Чаще. По 5-6 в любом случае, да. Чтобы не изменилось физическое состояние. Те курильщики, как вы, курят по 5-6 раз в сопровождении персонала. Три обязательно и три добровольно. Три добровольно. Абсолютно. Хорошо это или плохо, но Андрей курит. По пачке иногда полторы в день. Доходящий порой до абсурда порядок в интернате не позволяет ему распоряжаться собой даже в такой мелочи. Это довольно большое неудобство, поскольку курить можно только два раза в день, когда выводили на прогулку. Два-три раза в день выводят на прогулку, можно там курить. А на прогулке приходилось выкуривать больше сигареты. Это отвлекательный момент. Даже брать сигареты нужно у санитаров. То есть буквально подходить и просить. Отказать, может, и не откажут, но из таких мелочей и складывается ощущение свободы. Какой бы опасной она нам не казалась для здоровья некоторых проживающих. В России есть вообще стигматизация психической болезни. Считается, что если больной психической болезнью, значит псих, а значит либо потенциальный преступник, либо совсем наоборот бедный, несчастный, ни к чему не способный. Его надо спасать, обезопасить от всего. Лучше запереть, чтобы он ничего против себя и других не вытворил и так далее. К сожалению, вот человека реального, его реальной жизни при этом рассматривают очень редко. Андрей в своей реальной жизни хочет домой, жениться на Наде, работать и играть в Баха. Но пока все это строго по расписанию и под присмотром медперсонала. Если вам пока нравится то, что мы тут показываем, вы можете принять участие в нашей эфирной судьбе. Перечисляйте пожертвования в фонд поддержки свободных СМИ. Все способы на сайте главная.тв.ру. А далее Москва для москвичей от Сергея Собянина и гастарбайтерская зачистка в Подмосковье. Это Парфенов, реклама короткая. Это Парфенов. А меня зовут Анвар Юсупов. Я работаю дворником, а в свободное время подрабатываю актером в театре ДОК. На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин пришел в любимое место московской интеллигенции кафе Жан-Жак, чтобы дать интервью и сказал вот что. Я против того, чтобы эти люди просто так оставались. Если у кого-то оставлять, то в первую очередь это русскоязычные. Люди, которые плохо говорят по-русски, у которых совершенно другая культура, но им лучше жить в своей стране. Поэтому мы не приветствуем их адаптацию в Москве. Я считаю, что это, скорее всего, сезонные рабочие, которые поработали, должны ехать своим семьям, свои дома, свои страны. Это про Анвара Юсупова говорил Сергей Собянин, понаехавший в Москву из Ханты-Мансийского округа и Тюменской области. А это Парфенов, понаехавший в Москву из Вологодской области. В 2000-е годы мы, москвичи, попривыкли к южанам в оранжевых жилетках. Сначала самые смелые из нас перестали их бояться, потом самые политкорректные из нас стали писать о них в журналах и снимать их для телевидения, а самые провокативно-креативные сделали их объектами современного искусства. И все это было и есть разновидностями нашего обычного отношения к южанам в оранжевых жилетках, как к рабам. Об этом репортаж понаехавшего в Москву из Воронежской области Павла Селина. Реутов – крохотный городок совсем рядом с Москвой, по соседству с шоссе. С 18 века по Владимирскому тракту здесь гнали закованные в кандалы колонны ссыльных, прошло 200 лет. Подвое сирен в сопровождении шести полицейских машин по городу гонят колонну. Человек, снимающий видео, радостно смеется. До чего техника дошла? Не успела колонна так называемых пленных гастарбайтеров появиться на улицах Реутова, как ее тут же сняли на видео, причем снимали с двух точек. Верхняя, по всей видимости, находилась вот на этих балконах. На нижнее, основное видео, снимали вот так, из машины, с помощью мобильного телефона. Машина стояла на этом перекрестке. Но почему именно здесь? Дело в том, что на окраине Реутова, на улице Новый, долгие годы функционировал продовольственный рынок. Вот сейчас его ворота у меня за спиной. И именно это место стало отправной точкой всех этих скандальных событий. Версия полиции в понедельник на рынке намечалась массовая драка. Силовики приехали заранее, побоище предотвратили, арестовали больше ста человек. Изъяли обрезки арматуры, бейсбольные биты и даже травматические пистолеты. Всех построили и повели в отдел. Но почему задержанных нужно было вот так гнать по улице средь бела дня на виду у всего города? Разные могут причины. Я пока просто не знаю, не обратил внимания на анализ, для чего это было. Могу сказать, планировали задержать 100 человек, получилось 500. Транспорт приехал настолько-то, вот для того, чтобы куда-то вывезти, вот людей провели вот таким порядком. Я видел, это концлагер. Человека привели руки за голову, притащили в отдел милиции, полиции, как последний сволочь с собакой с ним сделали. После этого говорят, он не виновен. Так что же за массовая драка намечалась на Риотовском рынке? Городская администрация вообще оказалась не в курсе официальной версии. Нет, не было такого. Это уже чьи-то домыслы. Там или желтая пресса, или чьи-то. Не было никаких людей в масках, не было никаких там разборок. Че? Да я думаю, откуда это они все? Ну вот надо выложить и задать вопрос. Гениально. Что это? Это, наверное, эти гастробайтеры. Ну а кто это? Фанаты, что ли? Не-не-не-не-не-не. Ну смотри, там белобрысенькие есть. Получается, в колонне были не только мигранты. Но кто эти белобрысенькие? Опа. Ну вот здесь нечто похожее было. Дмитрий профессионально занимается организацией праздников. Но на этой неделе праздник на его улице ему устроила полиция. Пойдешь сразу в комнату? Да, опять. В так называемом городке Бытовок в московском районе Хорошова полиция задержала 952 мигранта. Как давно в Москве? Работаешь? Нет, что работаешь, понятно. Давно как находишься в Москве? Работаешь? Работаешь? А? Ахшан? Чема? Ахшан. На вечер прием. Один день? Один день? Только приехал? Только что приехал. Все попытки узнать, что же за блондины были в Реутовской колонне вместе с гастарбайтерами сначала ни к чему не приводят. Ладно. Сейчас поспрашиваю. Что и на том? Здравствуйте. Можно вопрос один? Нет. Ладно. Боитесь? Ну, при чем тут здесь боимся, не боимся? Смотри, и все равно. Не знаю. В АВСе все равно ничего не даст. Поэтому лучше молчать. Ну, понятно. Но удивительное дело. Именно этот человек через некоторое время подойдет к нашей съемочной группе и признается, он был в той колонне. И его тоже гнали по городу. Каждый вот человек, который находился там, да, себя считает невиновником. Ну, кто-то был, наверное, покупатель, кто-то арендатор, да. И чтобы оказаться на эту нелогкую историю, неприятную, то обидно в чем. Потому что все-таки люди ни в чем не виноваты. Сурен рассказывает, в понедельник, 27 мая, в 4 часа дня на рынок вошли семь десятков человек. В руках арматура, на рукаве у каждого белая повязка. Так нападающие обычно помечают себя, чтобы в суматохе массовой драки не попасть по своим. Что это за люди? Как они выглядят? Вот на этот вопрос я не могу отмечать. Но какой национальности? Национальность была русская. По словам Аганесяна, никаких действий люди с арматурой не предпринимали. Возможно, потому, что и на рынке тоже были неплохо вооружены. И начали, как выражается Сурен, проводить с пришедшими профилактические беседы. А через 10 минут появился ОМОН. Ошушение было такое, как будто они их знали и ждали. Результат от такого же рейда в Хорошова 117 дел, которые могут закончиться депортацией. Живущий по соседству Дмитрий доволен. Он постоянно снимает на мобильник свои стычки с гастарбайтерами, которые, по его мнению, торгуют в городе наркотиками. Для чего вы можете? Телевидение. Что? Для телевидения. Для телевидения? Да. Покажи с вами, что это. Хорошо. Хорошо. Сейчас полицию вызову. Видео из Реутова Ворскому очень даже понравилось. Это очень вдохновляет, наоборот, потому что, когда они нападают и насилуют девочек, это гораздо хуже, чем их просто выводят куда-то на показ. Показательное вот такое действие обязательно должно быть, потому что уже вот настолько наколено общество, нужно показать, что полиция работает. В Реутове полиция арестовала всех, кто находился тогда на рынке. И торговцев, и русских, пришедших на разборку. Скажите, пожалуйста, какой национальности в основном в колонне были люди? Я скажу, это мой профиль, как бы, 90% азербайджанцев и, может, процентов 5-10 это рабочие там, в избеге. Ну, а раз русских не заметили, то почти никого и не смущает, что колонну гнали по городу с опущенными головами. Когда я здесь иду, у меня такое тягостное впечатление, что я нахожусь не в своей стране, и я голову опускаю. Так зачем? Пусть они лучше опускают. Я в своей стране нахожусь, в своем городе, я иду, и вечером, потом в 9 часов и думаю, как бы мне кто-то не шиб меня. А это, тем более, если это все законно, почему нет? Я считаю, что с этим нужно бороться. Да, наверное, уже жесткие, наверное. То есть жалости не было? Жалко их не было? Нет. Через несколько часов проверки документов почти всех задержанных из полиции отпустили. Рынок теперь усиленными темпами сносят. На воротах уже давно огромными буквами было написано «рынок незаконный и торговля здесь категорически запрещена». Долгие годы никто даже и не знал, кому торговцы платили арендную плату. Здесь не было даже туалетов. Жуткая антисанитария. Конечно, в местный ландшафт гастарбайтеры ну никак не вписывались, живя закрытыми диаспорами. И теперь в московской мэрии адаптировать их никто даже и не собирается. Сергей Семенович очень правильно и своевременно сказал, что человек должен отработать свой и, пожалуйста, возвращайся на свою родину, к семьям, реализуй там все, что ты заработал. если будет потребность новой рабочей силы, то снова приедешь и будешь оформлять свои разрешения. А не не повесить этого слова болтаться по городу, не только по Москве, а вообще по стране. Прямо через дорогу от разоренного риотовского рынка еще один точно такой же. В глухих разговорах не под запись торговцы утверждают, что именно его администрация якобы и наняла 70 человек с арматурой, чтобы за 5000 рублей в сутки те зачистили конкурента. Проверить это непросто. Сюда даже не войдешь. На воротах этого рынка точно такое же объявление о нарушении закона, но торговля здесь идет бойко, а через дорогу теперь будет золотой пустырь прямо рядом с московской кольцевой автодорогой. И напоследок тоже про мигрантов, да и про все, что случилось на неделе. Москвич, которого увидите, да, похож на героев предыдущего репортажа. И похоже, он готов покинуть Россию, как Сергей Гуриев. И похоже, не владеет русским языком. К ужасу Сергея Собянина. Мы даже не знаем, как его зовут. Неизвестный солдат информационной войны, тонущий в новостном потоке. Это был Парфенов. Счастливо. Уважаемые пассажиры. Счастливо. 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 Драк. Драк. Субтитры сделал DimaTorzok